Ставка в 16% Насколько она оказывает и оказывает ли влияние на бизнес деятельность Ростелекома Либо благодаря различным льготным программам Ваша реальная внутрикорпоративная ставка другая Я сейчас слушаю эти ставки, приятное ухо Но к сожалению, только как обыватели В нас, видимо, государство очень сильно верит Поэтому никаких специфических отраслевых мер финансовой поддержки мы не получали Пользуемся эти льготы, которые доступны всему рынку И ряд программ по субсидивной ставке, по разработке IT-систем Какие-то адресные их нет И, видимо, как раз работает государство по адресной поддержке там, где надо Там, где коллеги сами вылезут Мы сами вылезаем В этом плане мы, конечно, ощущаем эффект роста ключевой ставки Конечно, мы вовремя следим Спасибо команде, которая вовремя отлавливает смены циклов повышения ставок, снижения ставок Соответственно, в связи с этим мы либо начинаем фиксировать условия нашего портфеля Либо, наоборот, уходить в короткую и в плавающую Соответственно, сейчас, наверное, очевидно Мы рассчитываем, что, наверное, максимум еще один шажочек ЦБ сделаем Но хочется, чтобы пятничный был последний И, соответственно, будем уже здесь работать Поэтому у нас стоимость наших денег в среднем, плэндит, она сильно меньше Чем ключевая ставка И наши выпуски недавней облигаций В общем, последний был еще при 15-й ключевой В 12.85 мы сделали двухлетние облигации В принципе, хорошие условия В общем, ищем правильный баланс И это нам позволяет не останавливать нашу инвестиционную программу Потому что действительно на наших и разработке новых систем Инфраструктурные проекты, и цифровизация От этого многие отрасли зависят И, в общем-то, получают через это поддержку Поэтому мы не останавливаемся Конечно, какие-то проекты, может быть, мы смотрим Слушайте, инфраструктурные проекты, в какой момент их запустить Но, тем не менее, мы понимаем циклы и ожидания Которые есть и транслируются нам и Центральным банком И наши ключевые экспертные мнения Потому что, в первую очередь, конечно В периоды турбулентности, экономической нестабильности Они, как правило, и совпадают с октами возможностей Поэтому мы и в пандемийный период И в эти два года, конечно, в первую очередь Сначала первая реакция сжаться Посмотреть, выживаем или нет По мере того, как понимаем, что выживаем Дальше смотрим, а что можно еще сделать И в этом плане, как сегодня в первой половине дня говорили Про предпринимательский дух Мы, наверное, вот такие смотрим все время Что, ладно, нас не смыло Значит, ищем, что еще поделать Поэтому будем развиваться Планов много Направление тоже есть Вы сказали о том, что в таких точках бифрукации Смотрите на короткие кредиты С под переменную ставку Как вот этот горизонт зависит от Видения компании того Насколько быстро стоимость денег в экономике начнет снижаться А ее стоимость А это связано с инфляционными тенденциями Последний раз, если я не заблуждаю В 2015 году цикл между ростом ставки и ее нормализацией Занял, по-моему, что-то порядка шести месяцев Вот в этот раз вы рассчитываете на какие сроки На какой горизонт? Надеетесь на какие? Ну да, тут дело неблагодарное Прогнозировать Я, наверное, чуть более осторожно отношусь И мы относимся внутри к таймингу По нормализации инфляции Потом Я думаю, что и 24, и 25 И, конечно, мы, да, и 25 Будем в такой повышенной ставке И, так сказать, шестую, седьмую Мы вернемся через пару лет Но это, опять же, означает то, что мы не можем остановиться Эти два года ничего не инвестировать Ничего не делать Поэтому понимаем наши сроки буквальности проектов Может быть, они где-то станут больше для себя Примерно те решения Но те, не менее стратегические заделы Мы намерены реализовывать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому